Аккуратные дорожки, новые фонари и все та же неповторимая атмосфера исторического флера. Так после ремонта должен выглядеть старейший сад Самары. Открыть его для посещения должны к ноябрю. Подрядчики уже практически завершили все скрытые работы, проложили коммуникации около 8 километров электрокабеля для освещения и системы автополива газонов. По проекту около 21 тысячи квадратных метров дорожек будет выложена плиткой, полторы тысячи квадратных метров заасфальтирована. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Пока погода благоволит, подрядчикам поручено ускорить темпы. Мы регулярно здесь будем присутствовать, у вас мониторить через моих специалистов, через главу района и нам будет полностью картина видна. Немало внимания именно инженерным вопросам. Старый забор парка разрушался от большого количества воды, которая стекает после дождя. Этот вопрос решили созданием специального желба, по которому вода будет уходить в ливневке. Будут водоотливные каналы идти по склону, которые будут приходить в этот канал. Строители обещают, что и обновленный скейтпарк удивит. Он должен соответствовать мировым стандартам. Сейчас принимается решение по строительству сборно-разборного из металла и дерева скейтпарк, который будет соответствовать международным нормам. Прорабатываем сейчас этот вопрос с двумя компаниями, в том числе и Самарской. Ландшафт Струковского сада достаточно необычный и сомнения вызвали спуски рядом с каменным гротом. Удобны ли они будут для горожан? Вердикт предстоит вынести самим самарцам. В ближайшее время сюда пригласят общественников. И если их мнение будет на то, чтобы поменять проект тротуарных дорожек, пешеходных дорожек, мы на это пойдем. Пока время позволяет нам такие коррективы внести. Общественный контроль будет и на других важных стройках, которые идут в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В рамках программы развития городской комфортной среды мы развернули широкое обсуждение элементов программы в городе, в результате чего у нас появились финансированные на знаковые объекты города. Это четвертая очередь набережная, это площадь Куйбышев, Сроковский парк. И значительное количество дворовых территорий в этом году мы также приводим в поверхность. Работы на площади Куйбышева идут даже с опережением графика. Уже проведены все коммуникации, необходимые, чтобы площадь стала более современной и удобной для проведения праздников. На 25 тысячах квадратных метров выполнено черновое покрытие. Открыть главную площадь города тоже должны к ноябрю. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События.